С 28 сентября по 1 октября Центр развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске примет открытые соревнования по художественной гимнастике «Осенняя югра». Открытые всероссийские соревнования, товарищи! Сегодня у нас в студии старший тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по художественной гимнастике Анна Казанцева и исполнительный директор Федерации художественной гимнастики города Ханты-Мансийска Ольга Корчак. Доброе утро, девушки! Доброе утро! Кто примет участие в соревнованиях и в каких возрастных категориях? В соревнованиях примут участие дети с 2007 года рождения и старше. Так, это им по 10 лет получается, да? Да, и старше. И старше, так хорошо. Ну, можно еще сказать второй взрослый разгляд в категории первого взрослого раздляда. От возраста и до гимнастики это вот от возраста и роста вообще не влияет. Там ведь выглядит совсем малышка, а уже кандидат в мастера спорта, правда? Так, хорошо, значит, возраст с возраста мы определились. По каким дисциплинам будет проводиться соревнование? По четырем дисциплинам. Так, это часть из них сейчас как раз на нашем столе разложена. Да, да, да. Как обычно, четыре вида в гимнастике художественной. Это мяч, булавы, скакалка и лента. И лента. Так, хорошо. Ну, давайте заодно и костюмы покажем, потому что... Их поднять-то они очень замечательные яркие. Да, 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 вот чуть-чуть продемонстрируйте. Это ж красота-то какая! Это не родительскими руками вышито, нет? Нет, это шьют специалисты, специалисты, швеи, профессионалы. Мы заказываем купальники по всей России. Уже такие умелицы есть, профессионалки, поэтому... В смысле, это сейчас... Ну, раньше наверняка какие-то предприятия существовали? Сейчас-то частным образом? Раньше все шили своими ручками. А, вот наоборот. Мамочки и сами гимнастки шили, я лично. Да. Анна, скажите, вот там оговаривается, какое количество пайеток должно быть на купальнике? Да, есть какие-то требования. Количество камней, или здесь ограничений нет, полет фантазии мастера, или в заявке вы указываете. Вы знаете, цвета должны быть такие, а камни такие. Кстати, камни чисто изумруд. Камни Сваровские, сейчас, конечно, есть и китайские, и корейские камни. То есть можно купальник, цена купальника варьируется от 10 до 50 тысяч. Это зависит и от роста гимнастки, и от количества камней. Да вы что? Ну это как всегда, если бы это только на соревнованиях помогало количество камней, ведь правильно? Там ведь все зависит как раз от таланта в том числе. Ну все должно быть очень интеллигентно и выдержанно, чтобы и подготовка к гимнастке соответствовала и купальнику. Я думаю, наверное, все-таки к этому мы придем, так же, как в бальных танцах у них есть категории. Маленькие дети выступают вообще без блесток и без камней. Ребята, вы пока в этом плане не блестите, в плане таланта, да? Вы пока работаете над собой, поэтому меньше вот этого вот всего, да? Почему? У нас есть звездочки свои, которые у нас есть, член сборной России. Мы про это знаем, и об этом мы поговорим. Вот на данный момент, Ольга, скажите, а сколько заявок уже подано, из каких регионов? Регион, ну достаточно, я думаю. У нас принимают участие пять субъектов Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийский автономный округ. И из Ханты-Мансийского округа принимают девять муниципальных образований. А кто будет защищать честь Югры? Честь Югры защищает... Да, честь Югры это сборная команда, но это, наверное, к вам вопрос. Кто в нее вошел, из каких городов, из каких поселков, возможно? Как таковой сборной округа нет, у нас не соревнуются именно сборная округа. У нас приглашены муниципальные образования. Это турнир... То есть каждый за себя, каждый муниципалитет получается, да? Да, каждая команда за себя. Каждая честь своей спортшколы отстаивает. А, вот так вот. Хорошо, а насколько сильна наша команда, вообще каковы шансы? Вот это ведь наши девочки сейчас выступают? Да, это как раз групповые упражнения города Лангипаса. Они в самое ближайшее время, с 4 по 8 ноября, будут проходить все российские соревнования «Надежда России». О, девчонка, пожелаем удачи. Вот как раз они будут выступать и защищать честь округа. Так, хорошо. Ну, все-таки, вот где наши, в чем сильны? Откуда? Ну... А какие города сильны? Ну да, наверное, так можно сказать, что... Ну, шансы вот... Лангипас, Лангипас вот в лидерах, возможно. Групповые упражнения, да, сейчас начали активно развиваться. Эта команда на данный момент у нас является нашим фаворитом в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта. Вот. В личном первенстве, девочки, в каждом городе есть своя звездочка, которая входит в сборную округ. Это так красиво, я представляю. Ребята, всех сразу же попутно приглашаем. Когда можно будет увидеть вот всю эту красоту и где? 29-30 сентября в Центре развития теннисного спорта с 10 утра до 19 часов. С 10 до 19. Еще один вопрос. Обруч, булава, лента, мяч. С чем сложнее придумать программу выступления и работать? Ну, я думаю, у каждой гимнастки есть свой любимый предмет. И с тем, с которым предметом есть сложнее. Но вообще, в самую последнюю очередь, берут, конечно, ленту. С чего начинают? Начинают с какалка, обруч, мяч. Это более предметы, с которыми детки с самого раннего детства имеют возможность играть. Сначала они играют в гимнастику. Как в психологии, через игру приходим, потом это превращается в тяжелый труд, который, опять же, многое дает. А вы можете нам сейчас продемонстрировать какой-нибудь элемент? Анна, мы вас попросим взять ленту в руки. Все-таки ленту. А, кстати, различается длина ленты от возраста, от категории, от классности специалистов? Ну, вот эта лента для мастера спорта, она 6 метров. А еще какие, 5-метровые? Еще есть 5-метровые ленты. Ой, какая красота. Я позавчера пытался что-то продемонстрировать, но, к сожалению, у меня это не получилось. Итак, дорогие друзья, мы еще раз приглашаем вас на открытые всероссийские соревнования по художественной гимнастике, которые называются «Осенняя югра», 29-30 сентября, в Центр развития теннисного спорта с 10 до 19 часов. Девушки, огромное вам спасибо. Мы желаем всем нашим югорчанкам, без исключения, какой бы город и поселок они не представляли, успеха, удачи. И все-таки, как говорят в спорте, пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо и хорошего дня. Доброго утра.